Сынок, ты рад, что школу закрыли? Школы закрыли, закрыли, дополнительные занятия закрыли. Ты рад? Как? Рад? Да, пара, мы не очень довольны. Парам, вот. Парам, ладно, парам уже с ума сходят. Парам сидит целыми днями со своими, так сказать, сотрудниками. Тоже ни у кого работы нет, все сидят бездельничают. Матеран пустой, отель пустой. Всем привет, вы на канале Замуж в Индию. Сегодня я хочу поговорить с вами про коронавирус, про коронавирус в Индии. Но я не буду называть никаких цифр, никакой статистики, потому что, когда выйдет видео в эфир, я точно не знаю, естественно, все изменится, потому что ситуация меняется каждый день. Да, есть заболевшие и есть, к сожалению, жертвы. Но сегодня я покажу и расскажу вам обстановку в целом. Так совпало, что нам необходимо было поехать в Мумбаи, причем как раз в тот день, когда в Индии приостановили выдачу виз абсолютно всем иностранцам. Да, если кто-то до сих пор не знает, до середины апреля ввели ограничения на получение почти всех действующих виз. Так вот, мы поехали в Мумбаи по делам, оформлять документы для Артура. Я вместе с сыном очень хотели поехать этим летом на родину, в Украину, ну вернее, как хотели. Я до сих пор очень сильно хочу, просто сейчас понимаю, что планы лучше не строить, чтобы потом еще больше не расстраиваться. Так вот, мы приехали в Мумбаи, чтобы делать Артуру оси карты. Это как вид на жительство. Ну и, естественно, мы были в поезде, на вокзале, вообще в других многолюдных местах. И я специально поснимала на видео то, как индийцы защищают себя от страшного вируса. Посмотрите, пожалуйста, сюжет. Вот сейчас, посмотрите, в вагоне нет никого в масках. Ну, сейчас просто уже большинство вышло из вагона. Так вообще, на протяжении всего пути, это 2 часа, я увидела примерно 5 человек в масках. Сейчас 10 часов, приехали сюда очень рано. Ладно, повешали мы в этот офис, потому что нас пригласили как раз на 10 часов. Вот, сейчас, видите, мы находимся в публичном месте. Специально остановилась поснимать. Вот мужчина в маске пошел. Так, вот еще один. То есть я сейчас просто постою, не буду никуда двигаться. Посмотрим, какое количество людей здесь в масках. Вот еще, вот этот мужчина в платке. То есть в основном даже не в масках, а в платках подвязывают, клаточке. Вот девушка тоже в платке. Ну, некоторые вообще девушки и без вируса часто закрывают лицо, особенно в Мумбаи, от пыли и от солнца. Вот маски, вот. Ну, видите, на вокзале, в принципе, много. Так, вот еще, вот видите, у этого такая специальная маска. Не платочек, как обычно. Так, ладно, идем дальше. Вот полицейский тоже прикрывает лицо. После того, как мы поделали все свои дела, а, кстати, пока сидели в очереди в офисе, один мальчик кашлял. Было всего, наверное, человек 30. И этот мальчик, слава богу, был в маске, но вы бы видели, как на него все смотрели. Ну, все пытались сесть от него подальше, хотя в помещении было тесно. И мне, вот, вы знаете, вспомнила, когда в детстве я играла в прятки, когда нужно было особенно быть тихо, вести себя тихо и не подавать никакого шума. Так вот, как раз в такие моменты обязательно хочется кашлянуть или чихнуть. Я сидела вообще вот так вот, сперла свое горло, чтобы, не дай бог, не издать никакой подобный звук. Потому что, ну, реально, конечно, сейчас могут, я не знаю, наверное, закидать камнями, если ты будешь кашлять где-то или чихать в общественном месте. Сейчас мы с документами решим вопрос, Артур. Это самое важное. А потом пойдем, купим тебе трактор. Не хочу. А ты хочешь поехать к бабушке с дедушкой? Да. Ну, значит, этот документ необходим. Без этого документа мы не сможем к ним поехать. Ты понял? Понял? Так что посиди. Они тоже хотят. Посиди спокойно. Эй, они тоже хотят в Украину поехать. Нет, они в другие страны хотят поехать. Здесь украинцев, наверное, сегодня нет. Только мы с тобой. Остальные все из других стран. Так вот, когда мы поделали, наконец-то, все свои дела в офисе, Парам предложил, чтобы мы пошли в океанарию. Мы ни разу там не были. Ну, просто уже раз приехали в Мумбаи, путь длинный, аж 4 часа, чтобы как-то интересно провести время. Вот уже заходим в ворота. Здесь билеты продаются. Сейчас надо еще спросить, если они не разрешают видео снимать, то не пойдем. Парам, а скин и мейк видео, зер. Парам. Не слышат меня. Так, вот я показываю. Тут для иностранцев 200 рупий. Но я не иностранец. Так что за меня заплатили 60 рупий, за Парама 60 рупий, за Артура 30. Не спрашивали у меня никаких документов. Как вы пишете, мои дорогие зрители, я уже превратилась в натуральную индианку. Никто не сомневается в том, что я местная женщина. Вон, видите, какие большие группы сюда приходили. Видимо, студенты сейчас фотографируются. Так, ну, видите, здесь тоже некоторые студенты понадевали маски, но очень мало. В общем, мы так разочаровались. Такое огромное здание, а рыбы представлены, вообще все вот эти вот морские животные представлены только на первом этаже. Очень маленький выбор. Сынок, вообще мало, да, рыбок, Артур? Да. Еще есть штраф за съемку. Мне еще не удалось ничего снять, потому что штраф 2 тысячи рупий, представьте. Конечно же, я не стала рисковать. Тем более, снимать особо было нечего. Так что я не рекомендую сюда ходить. Туристам, тем более, туристам еще дороже. То есть мы еще хотя бы 60 рупий заплатили, а туристам 200. Да, в тот день еще работали некоторые развлечения, но сейчас вот на сегодня, сегодня у нас 16 марта, на сегодня закрыли в Индии абсолютно все развлекательные центры, молы, тренажерные залы, парки. У пара моей знакомой, которые живут в Мумбаи, так вот они говорят, что совершают покупки сейчас в основном через интернет. Покупают еду, лекарства, игрушки. В общем, в Индии, как оказалось, тоже такая тема покупок очень популярна. Ну, а особенно актуально это сейчас. Ну, а мы в тот день, когда еще все было более или менее спокойно, пошли в ресторан. Артур не выдержал, уснул. Мы же в 6 утра проснулись, поэтому вот сейчас уже около часа, и Артур уснул. Жалко, конечно, потому что голодный ребенок, а мы только освободились после всех этих дел, еще и после этого аквариума. Так вот, немножечко покажу, как здесь все вокруг смотрится. Очень красиво, видите, машины такие тоже здесь приличные ездят. Дома, это же все наследие, все же здесь британское. Парам тоже уже сердятся, потому что он кушать хочет, а я тут все снимаю, доснимаю. Сейчас расположимся здесь, потому что здесь диванчик, можно Артура спать уложить, а он уже вон проснулся. Артур, жалко так, его и спать хочет, и в то же время и покормить же его надо. Моя лапочка, давай сейчас положу тебя в спадке. Что-то какое-то это не молодежное кафе. Ну, в принципе, это не важно, главное, чтобы вкусно кормили. Ну, тут так, недешево. Пицца, бургерс. Мы на рыбу насмотрелись, теперь рыбу по раму захотелось, а я, ну, мне не хочется, я что-то другое хочу. Покажу вам немножко меню и цены. Вы меня часто об этом просите. Вот здесь вообще что-то 650. Принесли наши вкусняши. Спрингролл. Да, это спрингролл. С сыром. Сейчас будем пробовать. По раму уже не терпится, у него же бедного, ручки затрусились. У меня еще есть это силы на то, чтобы видео снять. Правда, проголодались, конечно, с самого утра. Тестим. А сейчас около двух часов дня. Артур спит, тихо, спокойно. А у нас по рамам сейчас будет романтический обед. Вообще, что-то не сильно романтический. По рамам вообще даже не реагирует на меня. Настолько он голодный. Ара! А вот еще второе блюдо несут. Это итальянское блюдо. В общем, спагетти по-итальянски в чесночно-гребном соусе. Наверное, тоже должно быть очень вкусно. Порции огромные. Видите? А, тут еще вот кукуруза, брокколи. Говорят, что порции огромные. Поэтому мы не заказываем много. Потому что даже часто бывает, что мы не можем доесть. И это даже несмотря на то, что у парама такой зверский аппетит. Но даже он не может иногда осилить до конца эти детские блюда. Вот сейчас парам консультируется с таксистом. Таксисты в Индии знают абсолютно все. И вот сейчас мы обсуждаем тему коронавируса. И он говорит, что не надо есть в общественных заведениях. Не надо кушать только дома. И вообще, почаще быть дома. Не надо выходить в публичные места. В общем, такие он советы дает. Сейчас пойдем за покупками и поедем уже обратно домой. Артур, что ты хочешь, чтобы мы купили? Трактор хочет. Ребенок хочет трактор. Я хочу авокадо. И вся семья хочет лекарства для иммунитета. В ресторане, как полагается, был бесплатный Wi-Fi. Естественно, я открыла интернет. И все сообщения, все, кто мне написал, все это было на тему коронавируса. Вы знаете, меня уже просто как-то бьет по мозгам. Потому что везде, повсюду только и слышно здесь корона, корона. Честно говоря, действительно давит и очень сильно действует на нервы. Да, и пока сидели в ресторане, я переписывалась с сайтом MyIndia.ru. Попросила, чтобы они для меня посоветовали какие-то, ну, вернее, не только для меня, а для всей нашей семьи и для вас тоже, чтобы они посоветовали аюрведические препараты для повышения иммунитета. Потому что это сейчас самое-самое важное. Он мне скинул несколько лекарств, 4 лекарства. И я обязательно с вами поделюсь в описании. Я оставлю ссылочки на все эти 4 лекарства. Кто делает, заказывает покупки у меня на сайте, обязательно внесите их в список. Это сейчас просто очень необходимо. Помните про промокод Namaste? Он даст вам скидочку в размере 6%. Я не знаю, что это. В Индии СМИ очень активно агитируют граждан относиться к данной проблеме серьезно. Для того, чтобы люди действительно поняли, что это проблема. И почаще мыли руки с мылом, пользовались антисептиками, носили повязки. Но, правда, есть и некоторые такие вот странненькие советы. Например, не есть курятину и еще почаще выпивать как можно покрепче напитки. Вот посмотрите, пожалуйста, сюжет на эту тему. Представляете, сейчас в Индии решили, что нельзя есть приное мясо. Вообще, очень дешево, его можно купить вообще там за копейки. How much now? One, like, say, somewhere 50 rupi, somewhere 60 rupi. Можно купить за 50 rupi килограмм чикена, потому что никто его не берет, все боятся. А раньше... Before how much? Before 220 rupi. А раньше 220 rupi килограмм. Ну, насколько подешевел. Парам сказал, сейчас пойдем рыбу покупать и какие-то еще витамины. Акиман с нами идет. Я думаю, что мы сейчас много чего накупим, поэтому нам нужна помощь. Are you afraid for the coronavirus? No, 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 coronavirus. No, not afraid. Кстати, здесь магазин, где продается алкоголь. У нас в Матеране всего две точки, где можно купить алкогольные напитки. Парам, what do you think about this? Давай, coronavirus is not coming. Многие индийцы считают... Ну, я не знаю, напишите в комментариях. Это по всему миру так считается, что алкоголь помогает от вируса. Вот, вот эти вот мужчины пришли для профилактики. Профилактических целей. Ман, what do you think about this? Ман уже надоело. Он говорит, идемте уже быстрее в маркет. Хватит меня снимать. Хотя Ман на самом деле иногда профилактику проводит. Вот сегодня воскресенье, поэтому повыходило много со своим товаром. Фермеры повыходили, свое продают. Вот сейчас Фарам покупает зелень. Сейчас как раз сезонно разную зелень. С них готовят разные сабджи. Это 20 рупий. Два пучка зелени. О, а здесь, посмотрите, домашнюю курицу продают. То есть, для домашнюю курицу как бы так сильно не переживает. И цена, но надо сейчас узнать, цена упала или нет, или тоже держит. Что домашняя курица вообще намного дороже стоит, чем фермерские. How much? Я не знаю, я как-то вот не люблю так покупать. Честно говоря, Парам не смотрит на меня, уговаривает. Но мне, ну вот я сейчас, если посмотрю на эту курицу, мне потом ее есть, будет неприятно. У Майя спрашивает. I feel sad when I like this. Не могу я, у меня, ну просто, ну короче, сложно объяснить. Сложно так вот так съесть, когда ты видела живое это животное, живым, а потом его съедать. Мне очень сложно. Вот, ну и, кстати, цена, вы обратили внимание, курица 500 рупий стоит, так, не дешево. Что лучше, чем мы сейчас купим горошек. Горошек мы все любим. И полезно, и вкусно. В Маторане я не вижу паники. Людей на рынке немного, даже я бы сказала, меньше, чем обычно. Очереди не стоят. Вот так что сейчас мы купим рыбу. Потому что нужен же какой-то белок. Здесь в Индии говядину не едят, свинину не едят. Баранину я не очень люблю, козлятину. А рыбу мы все любим, вот сейчас купим рыбы. Купим рыбу и креветки. Ну, правда, сейчас в Индии все предупреждают, что нужно как можно дольше обрабатывать мясные продукты, рыбу, мясо. Все надо подвигать к термической обработке гораздо дольше, чем раньше. Кинг-фиш мы берем. Да, да, вот кинг-фиш и креветочки. Я брату рассказала, так он говорит, что в Украине сейчас ходит еще такой совет, что, мол, начинайте курить. Якобы курящие люди менее подвержены подцепить эту заразу. Да, еще есть сало с чесноком. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас, в ваших странах ходят советы, вот такие вот странненькие советы. Ну, а я все-таки решила, что буду повышать иммунитет. Я сейчас купила житель лекарства. Пьем всей семьей эти лекарства. Моем руки, купили антисептики. И пьем чай. Чай с имбирем, с лимоном. В общем, стараемся повысить свой иммунитет, чтобы не подцепить этот вирус. Да, так что получается, что здесь часть индийцев борется с вирусом, повышая свой градус. А остальные активно заботятся о своем здоровье. Правильно питаются и плюс еще занимаются спортом. Вот посадите, пожалуйста, этим же утром, какого спортсмена я сняла на видео. Добрый вечер. Добрый вечер. Какой ты назвал? Добрый вечер, мой номер. Добрый вечер, познакомиться с тобой. Окей, мадам, спасибо. Ты полицейский? Я рейллэвэйв протекционный корпус, постинг фарм Каржат. РП Ахана. И что ты здесь делаешь? На самом деле, этот мужчина спортсмен. Кроме того, что он работает в полиции, он еще и занимается спортом по утрам. Вот сейчас только-только рассвет наступил, и он пробежал... How many? Eight? 45 минут этот мужчина поднимался наверх, вот в эту вот гору. 8 километров. Это очень-очень долгий путь. На самом деле, пешком нужно идти 3 часа. Вообще супер. And how you will go down? Run or walk? Сейчас он будет спускаться целый час, но будет пешком спускаться, уже не бежать. То есть вверх он поднимается с большой скоростью, получается, с очень большой скоростью. 45 минут, так, 8 километров в гору. Причем здесь очень крутая гора. Вот такой вот мужчина, здоровый, ведет здоровый образ жизни. No smoking, no drink, алкоголь. Все время только спортом занимается. Видите, такие вот полицейские в Индии. Вот показываю, что у нас только-только вот недавно наступил рассвет. И вот такая вот встреча у нас произошла. Вообще, я просто приятно удивлена. То есть в спортивный зал ему неинтересно ходить. Ему интересно именно вот так вот бегать по утрам. Еще йогой занимается. Сейчас покажет. Вообще, ну, обалдеть. Вау. Супер. Ну, вообще, ну, просто супер картина. Молодец, very good. Thank you very much. And how old are you? А? 34. 34. Very good. Так, ну, все, окей, we go. Thank you. Артур. Артур. Little I go. Артур, сядь нормально. Sit, sit. I go. Wait, wait. Вот эти мужчины тоже пробежали 8 километров и сейчас спустились вниз. Посмотрите, какие они. Спортивные. This is my night. А вон, вон, еще один мужчина. Вот вы очень часто пишите мне в комментариях, что я очень позитивная. И видео мои практически все тоже на позитиве. Но вот сейчас сложившаяся ситуация, меня, ну, реально меня накрывает. И, наверное, уже накрыла тревога. И вообще в такие моменты вот я сейчас понимаю, насколько мы, насколько мы вообще абсолютно все, насколько мы беззащитные, насколько мы уязвимые. И что вот даже власть, даже власть, по сути, это всего лишь иллюзия. И сейчас хочется пожелать, пожелать абсолютно всем, будьте счастливы, будьте счастливы прямо сегодня. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok